Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов и мы сейчас окажемся у Димы Квасова в гараже и кое-что интересное поспрашиваем о турбинах. Желаю вам приятного просмотра, ставьте лайк авансом и погнали! Дим, привет! Привет! Я решил поинтересоваться, что у Димы тут за турбы, на какую они мощность, сколько они стоят и почему они все такие разные. Это турбы Forset Performance? Да, все верно. По турбинам, то есть вот эта турбина заявлена в принципе 950 сил. Честно скажу, пока именно этой цифры я с нее еще не снял. Максимальную мощность, которую я с нее снимал, это 918 сил, но там чувствовался еще запас. Соответственно, как бы, ну и указано. Ну, то есть 950 сил она как бы в пиках выдаст, то есть 918 она выдает как бы на изи. На изи. Давай вот разберем ее. Прям вообще полностью. Не, не разберемся, просто посмотрим со всех сторон и ты расскажешь, во-первых, с каким Гарретом можно ее сравнить. Ну, у всех обычно, знаешь, они все сравнивают с Гарретом. Ну да, как бы вот эта вот старая школа, да, все там, то есть да, как бы все сравнивается с Гарретом. Ее можно сравнить, если по старой школе, то, грубо говоря, с 3584 Ген 2. Если как бы сравнивать уже по более новой школе, то это ГТВ 3786. Она, получается, идет с, естественно, водяным охлаждением. Да, вода, масло, то есть это шариковая турбина на усиленном подшипнике, на усиленном картридже. То есть вот, кстати, сейчас можно живой пример привести. То есть вот, если обратить внимание, какой здесь картридж, да, то есть это уже как бы отдельная версия картриджа, которую мы как бы сами разработали под усиленный подшипник, то есть он другой. Вот здесь горячка Тиал. Да, горячка Тиал, но мне, не знаю, мне почему-то больше симпатизирует именно горячки Тиал, хотя они, в принципе... Подожди, не переходи на другую, я хотел еще спросить, как вот это называется? Ну, если честно, я знаю, как это называется. Расскажи, что это такое, что это за отверстие? Антисурж. Это когда попадает воздух обратно в турбину, и она его обезопасывает. Да, то есть у тебя турбина крутится, ну, то есть ты нажал газ, у тебя турбина начинает раскручиваться, все, она, допустим, вышла в какие-то обороты, в какой-то момент ты закрываешь дроссель, у турбины сохраняется инерция, то есть она продолжает крутиться. Да, ты дроссель закрыл, соответственно, у нее получается подпор, и происходит обратный поток воздуха. Ну, БЛОФ работает же, да? БЛОФ работает, да, но как бы его не хватает, чтобы полностью погасить весь обратный поток. И чтобы этим обратным потоком не било именно по крыльчаткам, сделан вот этот антисурж, то есть воздух сбрасывается именно сюда. Вот, спасибо, что объяснил, я знал, как это называется, просто хотел еще раз, чтобы ты сказал, это научно, и плюс к тому рассказал, почему у других этого нет. Ну, а давай дальше перейдем в другой турбине, она красного цвета. Да. Она, слушай, по размеру она вроде такая же прям. Да, это такая же, да, у нее горячка, ну, в простонародье так называемая хрюша, то есть это Тиал Твин Скроу. Это, получается, она идет одно туда и туда вот, где не встречается, только вот там уже, получается, на валу? Ну, да, именно только на крыльчатке. Это полноценный Твин Скроу, ну, Тиал Твин Скроу, так называемый. В чем прикол этого? То есть вот эта турбина мощнее будет, чем эта? Или она будет просто раздуваться по-другому? Вот, кстати, да, про момент, то есть вот с этой турбины я снял 918 сил, и там уже был подпор именно по горячке. То есть здесь моноскролл, Тиаловская горячка, у нее R08, ну, 086. А у этой Твин Скроу общий R по двум секциям получается 1.16. То есть она на верхах дает лучше продувку, чем нежели вот эта горячка, более мелкая. Но за счет того, что здесь две камеры, то есть спул у нее будет либо такой же, либо даже раньше. Но и плюс, как бы она на верхах не будет так затыкаться. И, соответственно, ты получишь больше мощности. Да, больше мощности и больше безопасности. То есть чем больше R горячки, тем, соответственно, первое, что происходит из полезного, это снижение температуры выхлопных газов. То есть чем ниже температура выхлопных газов, тем, соответственно, ты можешь сделать более злую смесь, получить больше как бы КПД и как бы меньше шансов там сжечь поршня. Слушай, а подкажи, кстати, под эту турбу, под вот этот фланец коллектор. Я смотрю, у тебя тут запас коллекторов лютый. Вот такой коллектор. С таким фланцем? Да, то есть это литой флянец. Это дорогой, да? Ты мне сказал, что он дорогой. Да, он дорогой, но как бы у нас как бы более удешевленная версия, потому что это... Вы уже сами делаете их. Да, мы их делаем сами. То есть, ну, когда нужен коллектор, соответственно, отправляем флянец и делается под этот флянец коллектор. Слушай, расскажи, что это за коллектор. Ну, опять же, я знаю, но расскажи. Это выхлопный коллектор. Не, ну кто его делает? Его делает Коля Шабанов, Шабанов Бразерс. Это какой-то лютый чувак, который варит круто коллектора. Да, это с Иркутска. Коля, как бы с ним давно знакомый. Да, и его как бы, ну, много кто знает. И много кто ездит на его коллекторах, даже Тайга Сайта. Да, 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 я видел у него фотки. Люто, это я подобрую, если что. Слушай, ну, а сколько такой коллектор у него сейчас стоит? 70? 60? Нет, он стоит 60 тысяч. Ну, без скидок, без все понятно, что... За этот я не помню сколько, потому что, ну, он сложнее. Ну, то есть, если у него крюша, да, то 60 тысяч рублей. Слушай, да, красиво, конечно, коллектора выглядят, очень прям красиво. Спасибо моим спонсорам, надежным ребятам из OneX. Все стилочки, широкая линия и промокод там внизу. Давай дальше с турбинами. Так, вот, то, что касаемо картриджа. То есть, всем привычно видеть именно вот такой картридж на Гаррете. То есть, он меньше. Да, я понял, он сам меньше по... Да, по габаритам, то есть, и здесь простой подшипник стоит. То есть, ну, здесь стоит как бы подшипник, то есть, по размерам такой же, как в оригинале идет, но уже на медном сепараторе. Слушай, а хотел посмотреть, горячка довольно, ну, небольшая, но при этом вал вот этот, он такой. Да, ну, эта турбина, как бы так сказать, тоже наша новая разработка. То есть, если вот их вот так вот положить рядом, то есть, обратить внимание, какая геометрия колеса здесь и какая геометрия колеса здесь. Так, давай я сразу своим взглядом сравню их. Ну, здесь она как будто, знаешь, более изогнута. Более изогнута и более из серединки как будто так идет, а здесь у нее пошире вот эта серединка, и она идет как такой пропеллер. Ну да, и плюс количество лопастей. Да, и лопасти совсем другие. Да, то есть, момент в том, что вот такой формой, что получилось добиться, то есть, оно дает хорошую продувку именно за счет того, что количество лопастей уменьшено. Но за счет геометрии, то есть, ну, здесь колесо так, ну, лопасти более ровные, здесь колесо сделано, то есть, ну, в виде, как бы, как сказать, ладошки. То есть, ну, понял. Да, это видно, это видно, вот, да. Да, за счет этого, как бы, оно хорошо раскручивается и не дает подпора. То есть, можно использовать маленькую горячку, но хотя эта горячка не такая, что и маленькая. Это тоже 0,8 горячка. 0,8. Просто она смотрится снаружи маленькой, потому что она сделана с нержавейки, имеет тонкую стенку. Все просто привыкли, как бы, к чугунам горячкам, которые там имеют полтора сантиметра стенку. То есть, если вот сейчас сюда, во все стороны нарастить по наружке сантиметр, то она будет казаться огромной. Но это дорогая горячка, да? Эта горячка дороже, чем вот эта? Нет, самая дорогая, это вот эта горячка. А, вот эта? Это же хрюша. А, это, понял, да. Ну, а, здесь тоже тиаловская. Кстати, давай по ценникам. А что вот эта турбина стоит сколько? Пользуйтесь промокодом STILLOV. Он всегда дает бонусы для новых пользователей. Такая стоит 85 тысяч рублей, такая стоит 95 тысяч рублей. Из-за вот этой хрюши? Да. Эта турбина стоит 85 тысяч рублей. Эта турбина на Жигу. Догадались? Слушай, кстати, а почему у нее впуск какой-то другой немного? У нее здесь тоже как бы... Вот это антисурж, это вот здесь он, да? Да, это антисурж, ну, как принято говорить, Т-51. То есть, у него свой такой своеобразный звук. То есть, во-первых, эта турбина за счет вот этого вот, ну, так назовем ее, флейты, да? Вот это уже на авиатехнологии смахивает. Да. То есть, она прям создает такой свист. Ну, любое колесо, которое крутится, то есть, поток воздуха, да, он свистит. За счет вот этой флейты он работает как громкоговоритель, то есть, он усиливает звук. То есть, вот у тебя турбина свистит, это будет свистеть еще сильнее. Я представляю. И за счет вот именно обратной флейты, то есть, в момент сброса, то есть, у него будет, ну, приятный звук там, как он. Я вот от себя добавлю, что внешне она реально смотрится как будто у самолета турбина, потому что есть вот этот такой наконечник, здесь нигде его нет такого красивого. Потом вот эта вот как раз дудка идет. Классно выглядит турбина, и она не совсем, ну, она вообще не маленькая. Но, в принципе, кстати, внешне как будто это и как это. Сколько такая турбина стоит? Такая 85. 85. Она тоже на шарике? Да. Здесь облегченный вал. То есть, если, допустим, вот здесь стоит усиленный вал, он весит, там, не помню, в районе 230 граммов, да. Если взять вал, который использует Гаррет, допустим, ну, в сериях ГТВ, он весит, там, в районе 270 граммов, то есть, еще больше. Если взять, который они используют в серии ГТХ, он весит, там, в районе 215 граммов, то есть, 15 граммов разницы относительно вот этого вала. То вот тут-то вал весит 137 граммов. Ну, вот, на порядок легче, в два раза практически. Да. Что такое вал? Вал вообще, это турбина, так сказать, состоит из двух частей. Вал и холодное колесо. Вал – это цельная часть именно с горячим колесом. Вот это же колесо, оно идет, вот, ну, колесо и от нее вал. То есть, он выходит сюда, и ты уже сюда прикручиваешь холодное колесо. Ну, так сказать, нагнетающее колесо. Вал, в первую очередь, на что влияет? Это на спул. То есть, чем легче вал, тем, соответственно, он лучше отвлекается. То есть, раньше раздувается, более хороший отклик, там, нажатие газа и так далее. То есть, борг, вот, почему он, допустим, и хорошо отвлекается, они используют титановые валы. То есть, он легкий, но, кстати, здесь вал чуть легче, чем у борга даже получился. У борга титановый вал, он более легкий, и тем самым, то есть, у тебя получается более ранний спул и более резкий отклик. Ну, а холодное колесо – это уже, как бы, то колесо, которое нагнетает непосредственно в двигатель воздух и выдает, как бы, ну, так сказать, эту мощность. Ну, и опять же, то есть, нельзя, там, взять маленький какой-нибудь вал и прикрутить к нему, там, колесо от какого-нибудь 42-го GTX. То есть, это работать не будет, потому что плечо горячего колеса должно соответствовать плечу холодного колеса. Короче, тут уже такие технические подробности турбин. Я уверен, что про турбины можно рассказывать вообще, наверное, там бесконечно, потому что вот в одной такой, можно сказать, железке технологий просто дофига, и поэтому она и стоит, как бы, денег. Ну, да, тут, как бы, моментов много, то есть, есть там всякие варианты подшипников, то есть, есть однорядные подшипники, есть двухрядные, есть там четырехрядные подшипники, есть обычного типа, есть усиленного типа, есть там на пластиковых сепараторах, есть там на медных, на стальных сепараторах, есть там втулочные турбины, есть втулочные турбины на медных втулках, есть на пластиковых втулках. То есть там вариаций столько, что можно с ума сойти Слушай, такой-то нубовский вопрос тогда, смотри Мы берем, например, вот твою какую-то турбину, которая там на 550 сил, например, да Вот ее, она, например, стоит там 80 тысяч рублей, да И мы берем самую простейшую турбину, какой-нибудь халсет, который тоже может выдать 550 сил на GZ И он стоит там, например, сколько он, 30 тысяч будет стоить? Ну, наверное, да Смотри, мы, получается, на графике со стенда одну и ту же мощность получаем, да Те же 550 сил Насколько эти две машины будут вести себя по-разному вообще в управлении, в динамике Как вот объяснить человеку, что вот цифра 550, это не предел, короче Вообще, вот эта цифра, о которой, вот говорить о мощности по мне, это, наверное, вообще как бы глупо Потому что мощность, ту цифру, которую ты видишь, это мощность в отсечке То есть, вот даже взять твой график, там просто, грубо говоря, прямая линия, она идет вверх То есть, если мы там крутим 7200, у нас-то мощность там 450, мы возьмем, крутанем 7500, у нас будет мощность уже там 480 Но это та цифра, которой ты не пользуешься, по факту, как бы, ну, какая разница будет? Разница будет первая То есть, я тебе сейчас сам, в принципе, просто объясню, и ты поймешь У холсета идет тяжелый вал Геометрия колеса идет плоские лопасти Чем более плоские лопасти, тем больше они дают затыка Тяжелый вал, что он издает тяжелый вал? Плохую раздувку Плохую раздувку, плохой отклик Да, ты получишь ту же самую цифру, но именно в момент эксплуатации То есть, когда ты убрал ногу с газа и повторно нажал То есть, на этой турбине ты нажал, и она поехала Да, будет какой-то там провал, потому что, ну, физику как бы не обманешь То есть, ей нужно раскрутиться Но, допустим, эта турбина у тебя там в полторы, там в две секунды раскрутится То та уже будет раскручиваться там 5-7 секунд То есть, ты, ну, тебе придется там клочевать, что-то еще делать То есть, отклик на газ будет другой Цифра будет та же, но именно условия эксплуатации будут разные Спасибо, Дим, что рассказал На самом деле, я это спросил не из-за того, что сейчас как-то показать, что там турбина какая-то плохая Какая-то хуже, какая-то лучшая А к тому, что просто очень часто я слышу, да, Серег, типа, зачем эти турбины там за 100 тысяч? Я взял, холсат прикрутил себе от КамАЗа Или от, ну, нужно от КамАЗа, там, да И все, и те же 550 сил получил Блин, и ты пытаешься человеку объяснить, что это совсем другая машина И если ты, например, ездишь на такой, ну, как бы, тачке Да, у тебя есть 550 сил Но ты, короче, совсем по-другому будет на другой турбине Даже у которой меньше сил будет по итогу там 500 Например, на каком-нибудь моем Боргварнере, как на сливе стоит Он маленький, да, он небольшой Там 500 сил, например, будет на нем Но машина по отклику и по управлению будет совершенно другая Нет, да, так именно моменты заключаются Ты можешь, как бы, с какой-то там турбиной Ну, так сказать, там, от КамАЗа, да Снять больше сил Но в эксплуатации тебе будет, ну, неприятно И ты не сможешь нормально ехать Если ты там поставишь какую-то более технологичную турбину И с него даже снимешь 400 сил То есть, что нужно в спорте? В спорте нужно максимально широкую полку Чтобы мотор был более широкий диапазон рабочий А не так, что, как бы, ты снял какую-то цифру и все То есть, ну, цифра нужна для чего? Так, ну, наверное, для продажи автомобиля и все Вот, я решил просто затронуть эту тему Именно производительности турбин И, ну, насколько, почему иногда может стоить переплатить Если вы особенно строите какую-то тачку с бюджетом Короче, мотор с бюджетом И, конечно, иногда, может быть, стоит подумать Насчет какой-то более лучшей производительной турбины подороже Нежели чем ставить там турбину за 20 тысяч, например И думать, что, в принципе, та же мощность у вас будет Мощность будет, цифры будут Но управление машиной, как бы, вот эта вся Эта реакция тачки на газ будет совсем другая Ладно, давайте им дальше, короче, рассказывай Что у тебя тут еще есть в твоем магазине турбина Лежит два гибрида, именно GZ, первый GZ Это на первый GZ, который ставится на сток-коллектор Да, на сток-коллектор Под все сток, да Тут, наверное, только магистрали меняются на... Нет, ничего не меняются А даже не меняются на охлаждение Просто сток снял и поставил Все, она полностью болта И сколько она там выдает сил, сколько ты снимал Два пиковых показателя Это было 493 сил и 1 498 сил Ну, почти 450 сил она даст Да, я, как бы, рекомендую Ну, вообще, как бы, драги я их не пробовал Не могу сказать, как бы, как они будут себя показывать в драге Но для дрифта, как бы, в принципе, кому ставили И до сих пор, грубо говоря, их ставим Довольно-таки часто, как бы, люди довольны Она, как бы, сделана именно так, чтобы выдавать максимальное количество момента Вот живой пример Это Коля Да, Мирамикс Мирамикс У него стоит точно такая же турбина Мы получили 420 сил и 660 момента на 3,5 тысячах Круто И это при том, что сток-коллектор Да, полностью сток-мотор, сток-коллектор, сток-валы Ну, все полностью сток, ну, грубо говоря, там форсунки Мозок управления Ну, там И турбина Впуск-выпуск Ну, то есть, там интеркулер, выхлоп и турбина Слушай, здорово-здорово И с учетом того, что она выглядит, в принципе, не такой большой То есть, сравнивать Она полностью выглядит, как сток-коллектор На актуаторе Да И сколько такая стоит? Такая стоит 55 Если, как бы, при условии обмена на донора, то она стоит 45 Понял Вот, ребят, хорошее решение для первых джеев Если вы собираетесь поднять мощность И поднять мощность, в принципе, такими грамотными решениями То есть, если вам надо, там, 450 сил То можно, в принципе, потратиться на форсунки На мозг и на турбину И у вас уже будет значительно больше мощности, чем в стоке Получается, прибавится, там, плюс, ну, сколько, 150 сил Это, как бы, ощутимо, реально ощутимо Нет, это, да, ощутимо И офигенная разница чувствуется именно по приросту момента То есть, мы специально, как бы, первые попытки этих гибридов делали И именно подбирали колеса Чтобы, во-первых, был ресурс у турбины И, второй момент, больше делали упор, чтобы она выдавала хорошо момент Слушай, ну, она, так как стоит, я понимаю, в районе 50 тысяч, она на втулке Да, она втулочная Почему она сделана втулочная? Во-первых, это турбина, которая ставится в болтон Она нижнего расположения Она работает на стоковом коллекторе У которого все равно, как бы, продувка не такая, как, допустим, вот у этих коллекторов И, то есть, ЕГТ все равно, как бы, более высокая То есть, подшипник, он боится, как бы, высокого ЕГТ То есть, это первый момент Второй момент, почему именно втулочная? Чтобы она была максимально болтон То есть, если она будет шариковая, соответственно, нужно будет переделать какую-то там магистраль подачи масла Магистраль слива масла Нужно будет улучшить систему охлаждения То есть, переделать там водяное охлаждение То есть, это уже пойдет какие-то там доработки и так далее Здесь она просто сток снял, полностью, полностью болтон поставил Слушай, а вообще, внешне она различается от стоковой? Я просто стоковую никогда не видел от первой джея Ну, по валу, по клетчатке Не, понятно, да Намного больше? Ну, да, когда их лошадь рядом, то увидишь эту разницу, да Просто я хотел спросить, за счет чего прирост такой в мощности происходит? Ну, я понял Да, то есть, туда больше стоят, то есть, расточенные хаузинги То есть, более производительные колеса стоят Более технологичные, то есть, вал, втулки более технологичные И, соответственно, горячее колесо тоже стоит здесь уже другое То есть, не так, как бы многие гибриды делаются, да Они берут, просто как бы оставляют полностью стоковый картридж, стоковый, горячий вал Просто прикрутили какое-нибудь там колесо холодное, расточили хаузинг Это неправильно То есть, соотношение именно плеча горячего и холодного колеса должно быть правильное И второй момент Основная проблема стоковой турбины У всех, в принципе, как бы, наверное, японцев Это горячее колесо, оно керамическое То есть, оно не любит каких-то там прострелов, высоких бустов, чего-то еще То есть, они, ну, разваливаются То есть, как бы, кто ездил на GZ, и кто там пытался сделать, тем он бустап Если, как бы, сделать хороший бустап, который поехал Обычно это происходит недолго То есть, отваливается горячее колесо Короче И так как, если ты говоришь, что вы принимаете, типа, старые турбины в зачет Это значит, что вы из них делаете эти турбины Ну, из этих компонентов, что ли Ну, от стандартной турбины берется именно хаузинг горячий, хаузинг холодный и картридж И он, получается, как-то доводится, растачивается Да, то есть, он полностью все разбирается Проверяется, чтобы не было никаких трещин, ничего Восстанавливается втулка актуатора То есть, он песочится полностью То есть, восстанавливаются все плоскости Тут, вот, видно, что они все восстановлены Да, новые, как новое Да, растачиваются именно выходные окна под колеса Холодное, горячее колесо И все это собирается Короче, отличное решение для первого GZ Был бы у меня первый GZ, отвечаю, эта турбина бы уже у меня стояла Точно Ты ее, можно сказать, уже продал Мне нравится про нее рассказывать И мне еще тогда давно говорил Потом я видел, как у Коли эта турбина стоит Как его тачка едет Да, в принципе, круто Ну, кстати, когда ты видел, это у него была в том году Это была, так сказать, минимальная настройка А в этом году он приехал И мы ему настроили уже помощнее Помощнее, да? Да, он как бы в этом году должен поехать лучше Слушай, а это Боргвардом лежит? Нет, это лежит тоже такая же турбина Только это первая, так сказать, которая экспериментальная Двугодовалой давности То есть она еще не крашена и ничего То есть это тестовая была турбина Все турбины, которые как бы из вот этих всех линеек продаем То есть мы их все равно Нету такого, что, знаешь, придумали Блин, а давай что-нибудь придумаем Хоп, придумали и давай продавать То есть мы, если что-то там решили, придумали Мы это собрали Я все это установил, все протестил Получил какой-то результат Понял, что нужно что-то, допустим, в ней изменить Мы изменили еще раз конфигурацию турбины Поставили опять туда же Еще раз это протестили Если все хорошо, то все уже как бы Сделали какое-то решение по конфигурации Если все устроило, что мы с этого хотели Если как бы нет, то мы можем там до пяти попыток То есть вот этот гибрид получился в принципе Там где-то с пятой, шестой попытки Пробовали, то есть делать более производительное холодное колесо Да, оно давало какой-то прирост Чуть больше мощности Но ресурс у турбины был небольшой То есть снизили массу холодного колеса Уменьшили его размер Да, получили чуть меньше производительность Ну там разница была в районе 30-40 лошадиных сил Но она стала ресурсной Поэтому как бы остановились именно на этой конфигурации Слушай, моя турбина ресурсная Она проверенная или она экспериментальная? Ну которая у меня стоит на лавре Нет, она проверенная, да, она уже обкатанная Когда она будет мной обкатанная, сезон или два Вот это мы посмотрим Не, ну да, как бы ты прям такой хороший тест-драйв Хороший Хотите испытать турбину или что-то еще? Присылайте запчасти и мы все установим Да, тебе уже пора, надо, наверное, снимать серии с тест-драйвами Да, тест-драйвами А сегодня мы проверим этот РБ на прочность Да-да-да, типа такого Алло, Дима, отключи отсечку Слушай, ну спасибо, что рассказал про турбы, которые имеются у тебя тут в наличии Ты понимаешь, что это не полная линейка Это же вот сколько получается? Три турбины по сути, да? Разных? Ну да, здесь три А сколько всего их? Десять у вас? Ой, да много очень Да, я видел, что у вас есть в сток место типа Мазда МПС В сток место БМВ Да, просто видишь, ты как бы кручишься вокруг вот этого мира И тебе кажется, что вот, ну, тут пять видов То есть там на первый, на второй GZ и вот уже там посерьезнее артиллерия Да, а по факту как бы там много у нас Чтобы изучить, перебью тебя Чтобы изучить просто все турбины, которые имеются Потому что я совсем забыл про стоковые тачки Ну, не стоковые тачки, а нормальные заряженные тачки Типа Golf GTI Да, не, на VAG, на все есть как бы Ну, Audi, какие-нибудь RS, да? Короче, заходите в профиль, вот, Forge Performance И там вообще все есть Это все написано, я подписан И я сам смотрю, слежу И, да, в общем, да Не только для любителей GDM И таких, как я И которые знают только RB и GZ Да, там же еще куча всего есть А что-то совсем забыл Прям в болтон, да, они там ставятся И все едут Сразу так же поднимают мощность Ну, да, понятно, как бы с заменой турбины Там, возможно, как бы требуются какие-то там доработки В плане топливной системы Ну и, соответственно, настройки Ну, да, есть как бы куча решений Также болтон там и подваги, и под все остальное Спасибо, что рассказал, Дим Да, пожалуйста И надеюсь, вам было интересно Просто я вот увидел вот эту полочку И подумал, блин, надо про нее по-любому У Димы спросить Что, как, сколько, что стоит И так далее Мне всегда это интересно Надеюсь, вам тоже Спасибо, что посмотрели этот видосик Обязательно насыпьте лайков И с вами был Серега Стилов Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok